Еще на подъезде к Степному озеру высятся дымящие трубы кучук сульфата. Ежедневно на этом заводе трудятся почти полторы тысячи местных жителей из шести. Так что у каждого здешних родственник, друг или он сам, напрямую связан с промышленным гигантом. Да и вообще для самого поселка предприятие в свое время сделало немало. Блестит обновленный центр, отремонтирован ДК, повсюду клумбы, с виду город, а не поселок. Рабочие места это, наверное, самое главное для поселка в принципе. Во-вторых, он отапливает поселок. Также, ну вот все, что строится на поселке, все, что делается, это благодаря помощи кучук сульфата. Церковь построена, дороги, ну это все при помощи. Ну что будет теперь при новом руководстве, пока жители рассуждать не берутся. Напомним, по решению суда все акции прежних собственников перешли к государству. Процесс деприватизации тянулся больше полугода, слушания шли по 12 часов. А сам процесс приковал к себе взгляды со всей России, ведь происходящее создавало прецедент. Решение, на мой взгляд, было готово уже. Поэтому она сегодня так гнала, 12 часов, и надо было закончить. Ну что сказать, у меня сложилось впечатление, что человек не разобрался в приватизации и не вникал. Накануне стало известно, что новым гендиректором кучук сульфата стал воронежский менеджер Павел Крючков. Представители завода только в ожидании нового начальства. Говорить с нами о текущем положении дела уж тем более о планах не стали. Администрация поселка и района тоже. А жители признаются, пока в подвешенном состоянии. У меня сестра там работает, у меня дядя там работает. Сейчас они пока живут так, как жили до этого. Ну знаете как, не могу пока сравнить то, что участник был и то, что государство. Потому что только небольшой промежуток прошел времени. Но уже за кадром добавляют, может будет лучше. Или цитата «выжмут все и бросят». Зато как-то сомнительно настроение тех, кто работает на предприятии. Знаете, я честно говоря не знаю, потому что я только пришел с армии и работаю всего месяца. Слышу, что сейчас сокращают немного зарплаты, там всякие льготы урезают. Совпадение или нет, но именно сейчас на предприятии стали увольнять сотрудников. Причины, говорит один из работников, находятся самые разные. И зачастую невеские для увольнения. Сотрудник предпочел скрыть лицо. Мало ли чем обернуться рассуждение. Ну у нас, можно сказать, сократили на процентов 15 зарплату. На процентов 15 зарплату, а людей? Людей у нас до уменьшается, это прибавляется. Постоянно до одного уволили, мы ищем других. Сейчас вот опять мы дорабатываем, скоро проверка. Дальше вроде мы как должны будем еще месяц работать. Но из-за того, что у нас там все вверх тормашкой, то мы еще не знаем. Может нас всех поувольняют и мы просто уйдем. Между тем, ставить точку в вопросе передачи акций пока рано. По источникам сайта Толк, бывшие акционеры вновь готовятся к суду. Они собираются подавать кассационную жалобу в сентябре. Люди направят иски тем акционерам, у которых они приобретали ценные бумаги в 2009 году. И потребуют вернуть и стоимость акций, и миллиардные инвестиции, которые вложили в завод за почти 15 лет. Но что же будет с самим городообразующим предприятием и Степным озером? Остается догадываться. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.